Всем привет! Гуляю, значит, я по своему гаражу, который переделан под складское помещение, и пройдя рядом со стеллажом, где у меня валяются всякие разные паяльники, пришла мысль сделать большое видео о паяльниках. Сегодня мы рассмотрим почти все разновидности паяльников, их достоинства и недостатки. Изучим как классические паяльники, так и экзотические. Уверен, что многие из вас об их существовании даже не догадывались. Как мы знаем, самый популярный способ соединения электрических компонентов – это пайка припоем. Паяльник – устройство, нагревающее припой до температуры плавления. Устройство универсальное, применяется как для монтажа, так и для демонтажа компонентов. Первые паяльники представляли собой рукоятку с медным бруском на конце. Брусок нагревается, как правило, на открытом огне и за счет большой теплоемкости сохраняет температуру долгое время. Таким образом, простые паяльники, можно сказать, были автономными, но неудобными из-за массивного жала. Если уменьшить его размеры, то тепло быстро будет передаваться окружающей среде и сократится время пайки на одной, так сказать, заправке. С внедрением электричества во все отрасли паяльники стали электрическими. Хотя такие первобытные паяльники редко, но иногда используются, если ничего другого нет. Начну свой рассказ, пожалуй, с классических паяльников. С тех, которые втыкаются в сеть и нагреваются. Как правило, такие паяльники не содержат никакой электроники и имеют простую конструкцию. Обычный нехромовый нагреватель, намотанный на гильзу. Ну и жало, которое входит в эту же гильзу и, как следствие, нагревается. Жало, как правило, медное либо железное. Медное жало обладает большой теплопроводностью и, естественно, оно лучше железного, но, увы, медь быстро изнашивается. Такие паяльники могут быть как сетевыми, так и низковольтными. Как правило, это 12, 24, 36 или 40 вольт. Их можно питать как переменным, так и постоянным током. Бывают разной мощности от нескольких до сотен ватт. Имеют разный форм-фактор. Вот, к примеру, двухрежимный паяльник-пистолет. Ничего особенного в нем нету, кроме форм-фактора и того, что если паяльник включен в сеть и кнопка не нажата, мощность меньше, так как в данный момент питание на нагреватель поступает через диод. При нажатии кнопки полное сетевое напряжение, минуя диод, подается на нагреватель. А вот это так называемый топорик. Мощный паяльник, представляющий собой рукоятку и массивный медный брус, обмотанный нехромовым элементом. Такие паяльники используют для пайки массивных частей, к примеру, для пайки радиаторов. В радиолюбительском деле применяются редко. Из-за массивного жала с огромной теплоемкостью, такие паяльники очень долго сохраняют тепло и паять ими можно еще долгое время после отключения от сети. А вот это его современный сородич, только форм-фактор слегка иной и жало поменьше. Эти паяльники могут иметь мощность от 150 до 500 ватт. Небольшая рекламная пауза. Устали от домашних технологий создания печатных плат или ваши платы не такие красивые, как хотелось бы? Компания GLS изготовит для вас платы любой сложности и размеров. Сложность не важна. Минимальная стоимость за партию плат с размерами 10 на 10 сантиметров, начиная от 2 долларов. Притом цена не меняется в зависимости от выбранного цвета. Быстрая доставка и удобные способы оплаты. А качество на высочайшем уровне. Ссылку на сайт компании GLS найдете в описании под видео. USB паяльники. Этот паяльник работает по тому же принципу, что и обычный. Нехромовый нагреватель и рабочее жало. Подобные паяльники зачастую имеют мощность от 4 до 12 ватт. Питаются от источника 5 вольт или от обычного USB. Жало у таких паяльников, как правило, необгораемое. Вместе с нагревательным элементом представляют единую деталь. Так как паяльник имеет небольшую мощность, а крохотное жало не обладает большой теплоемкостью, подобные паяльники можно использовать только для каких-то мелких работ. Зачастую в такие паяльники внедряется таймер сенсорной активацией. Берешь в руки паяльник и он запускается. По истечению определенного времени он отключается, если не дотрагиваться до сенсора. Есть, конечно же, и более навороченные USB паяльники с электронным управлением, дисплеем и так далее. Жало у обычных USB паяльников не очень долговечное, но модифицированные более дорогие образцы могут иметь жало с необгораемым покрытием и даже систему термостабилизации для поддерживания стабильной температуры на кончике жала. Аккумуляторные паяльники. Зачастую они ничем не отличаются от классических паяльников, за исключением того, что питаются от обычных батареек или аккумулятора. Эти паяльники относятся к классу автономных паяльников, так как не привязаны к сети. Дешевые аккумуляторные паяльники наподобие этого питаются от трех пальчиковых батареек по полтора вольта, но могут работать и от никелевых аккумуляторов на 1,2 вольта. Имеют то же жало, что и обычные USB паяльники. Соответственно, мощность тоже отличается не сильно. Более дорогие модели работают от литиевых аккумуляторов и имеют встроенную систему заряда и защиты аккумулятора. Такие могут иметь мощность в 30 и даже в 50 ватт и комплектоваться жалом с необгораемым покрытием. Недостатком мощных аккумуляторных паяльников заключается малое время автономной работы, но взамен вы получаете довольно серьезный и мощный паяльник, который справится с большинством радиолюбительских задач. Как и USB паяльники, эти тоже могут иметь внутри некоторую электронику, отвечающую за таймер управления нагревателем, заряд и защиту аккумулятора. Паяльники моментального нагрева или так называемые паяльники момент, как правило, выполнены в виде паяльника пистолета. У них принцип нагрева кардинально отличается от классического. Если в первом случае нехромовый нагреватель греет жало, в данном случае внутри паяльника мы обнаруживаем трансформатор. Этот трансформатор имеет две обмотки – первичная сетевая и вторичная силовая. Вторичная обмотка рассчитана на малое напряжение и очень большой ток – более 100 А. Эта обмотка замкнута жалом и фактически мы получаем короткое замыкание, что приводит к разогреву жала. Сама обмотка при этом тоже греется, но это в большей степени тепло, передаваемое от жала. Таким паяльникам свойственно нагреваться до рабочей температуры за несколько секунд. Жало может быть сделано как из медной проволоки, так и из стальной. К недостаткам таких паяльников можно отнести большой вес из-за наличия тяжелого железного трансформатора, но ничто не мешает заменить его компактным и легким импульсным источником питания. Мощность подобных паяльников варьируется в пределах от 60 до 150 Вт. Для повседневных задач они неудобны. Паять мелкие компоненты с их помощью довольно трудно, да и рука устает. Газовые паяльники также относятся к классу автономных паяльников. По факту обычная зажигалка. Резервуар, который имеет клапан для заправки и заправляется обычным бутаном. Ну и конечно же горелка, на которую можно надеть специальную насадку для пайки. В данной насадке кроется секрет таких паяльников. Внутри них имеется сетка или катализатор, которая поначалу нагревается пламенем горелки, а затем как только сетка раскалилась, пламя можно потушить. На сетку по-прежнему будет направлена струя газа, и она будет находиться в раскаленном состоянии, но пламени уже не будет. Этот принцип называется каталитическим или беспламенным горением. По такому же принципу работают туристические грелки, некоторые горелки для кемпинга и еще много чего. Регулируют температуру нагрева жала регулятором расхода газа. Подобные паяльники могут быть с пьезоподжигом или без него, и иметь всевозможные насадки как для пайки, так и для резки пластмассы и так далее. Я, честно сказать, газовые паяльники не полюбил по некоторым причинам. Во-первых, дешевые варианты не сияют долговечностью, вечно что-то где-то пропускают, ну и засоряются они довольно часто. Казалось бы, как автономный паяльник, они хороши и запаса газа хватит надолго, но это не так. Резервуара миллилитров на 10 хватит минут на 15-20 непрерывной работы и с экономической точки зрения это дорого, если паяете таким паяльником активно. Бывают и газовые паяльники с большим резервуаром, но они громоздкие. Еще один недостаток – открытый раскаленный катализатор, и работать таким паяльником в местах, где могут быть горючие пары или вещества, крайне опасно. Паяльник с оловоотсосом. Оловоотсос – пригодная штука. Иногда выручают при демонтаже многовыводных компонентов, всасывая припой на месте пайки. Чтобы пользоваться оловоотсосом, припой, естественно, нужно расплавить паяльником. Это не всегда удобно, так как заняты обе руки. И вот когда-то кто-то решил скрестить эти два инструмента, и в результате этого появился паяльник оловоотсос. Это обычный паяльник с классическим исполнением, за исключением того, что в центре жала есть сквозьное отверстие, которое подключено к оловоотсосу. Таким образом, быстро можно расплавить и убрать лишний припой. Скажу вам честно, устройство мегаудобностью не сияет, так как является механическим. И каждый раз этот механизм нужно заряжать, как в случае обычного оловоотсоса. Но есть и демонтажные вакуумные пистолеты, которые в своем составе имеют вакуумный насос. Нажали на кнопку и начинается всасывание припоя. На мой взгляд, очень удобно. Такие пистолеты могут быть как отдельными и питаться от сети, так и находиться в составе профессиональных паяльных станций. Паяльные станции – самые популярные среди радиолюбителей, инженеров и вообще они незаменимы там, где есть необходимость в пайке. Под словом «станция» часто подразумевается паяльный комплекс, состоящий как минимум из фена и паяльника. Но мы рассмотрим просто паяльник. Опять же, это классический паяльник и принцип нагрева тот же, что и у обычного паяльника. Только у станции, как правило, само жало надевается на нагреватель. Но это не всегда так. Нагревательный элемент может быть как нехромовым, так и керамическим. Станция дает возможность регулировки температуры жала и кое-что еще, а именно термостабилизацию и расширенное управление. То есть, допустим, вы паяете что-то массивное и жал быстро теряет температуру и припой начинает остывать. В таких паяльниках есть термодатчик, который понимает, что температура понизилась. Далее электронная начинка станции мониторит данные с термопары и увеличивает мощность нагревателя автоматически, чтобы вы могли продолжить комфортную пайку. В среднем мощность паяльников от классических станций в пределах от 35 до 120 ватт, а еще точнее от 40 до 65. Более навороченные станции имеют микропроцессорное управление и очень расширенное меню, которое дает возможность выставить время вхождения паяльника в спящий режим, температуру нагрева жала сразу после включения, шаг регулировки температуры и еще многое-многое другое. Станции могут иметь информативный дисплей, на котором отображаются основные параметры в реальном времени. Нельзя не упомянуть о том, что в паяльниках очень многое зависит от самого жала. Да, я сейчас об ультрапопулярных жалах АКТ-12, его клонах и модификациях. Такое жало монолитное внутри нагреватель и термопара. Имеют необгораемое покрытие, которое не изнашивается годами даже при активной пайке. Термопара у таких жал расположена на очень близком расстоянии от кончика, за счет чего станция реагирует на малейшие перепады температуры мгновенно. Благодаря этому подобные жала универсальны и справляются с пайкой очень массивных полигонов. Имея мощное мощность в 60-65 ватт могут составить конкуренцию 100-120 ваттным паяльникам. А еще жала Т-12 разогреваются до рабочей температуры секунд за 5. И да, я знаю, вы прокачали свой паяльник и с повышенным питанием разогревается он за 3 секунды и имеет мощность 90-100 ватт. Станции, конечно же, хороши, но занимают определенное место на рабочем столе. А еще, таким, как я, лень в каждый раз дотягиваться до ручки регулировки температуры. Умные китайцы знают свое дело и поэтому были придуманы паяльные станции в рукоятке компактного паяльника. Да, это полноценная паяльная станция, только без большого блока управления. Тут вся электроника спрятана в рукоятке. Имеем дисплей, пару кнопок управления, акселерометр и почти все настройки, которые есть в любой станции. То же самое Т-12 жало, только в ином форм-факторе. Одним словом, подаем на паяльник 24 вольта по стоянке и все. Имеем удобное управление прямо под большим пальцем. Поставили паяльник и через некоторое время он сбрасывает температуру. Взяли в руки, автоматически набирает. Не работайте им долго, он уйдет в режим сна. Быстрая термостабилизация, долговечное необгораемое жало, разогрев до 300 градусов всего за 5-6 секунд. Но что еще нужно для полного счастья? А для полного счастья нужна смарт-индукционная паяльная станция или хотя бы обычная. Индукционные паяльные станции кардинально отличаются по принципу нагрева от классических паяльников и станций. В таких паяльниках нет нагревательного элемента, есть только индуктор и жало. В индукторе образуется переменное магнитное поле высокой частоты и наводятся индукционные или вихревые токи фуко. Именно они греют стержень жала, которая является феромагнетиком или имеет феромагнитное покрытие. При этом сама рабочая часть или наконечник жала, как правило, делается из меди для наилучшей передачи тепла и имеет необгораемое покрытие. В таких паяльниках температуру нагрева жала регулируют несколькими способами. Основной из них – нагрев ферромагнитного материала до температуры кюри, после которой материал теряет свои магнитные свойства и нагрев прекращается. При остывании ниже точки кюри нагрев возобновляется. Такие паяльники более долговечны, имеют молниеносную реакцию на перепады температуры на кончике жала и их можно делать на большую мощность при сравнительно малых размерах индуктора. Самый большой плюс, пожалуй, заключается в том, что в отличие от обычных паяльников, в которых тепло от нагревателя передается жалу, в индукционных греется непосредственно жало, без дополнительных потерь, и, естественно, КПД и время разогрева у хороших индукционных станций на очень высоком уровне. Недостатком, пожалуй, является цена. Индукционные станции от лидирующих производителей могут стоить несколько тысяч долларов. Паяльник следующего типа, возможно, единственный в своем роде, и не нашел широкого применения из-за бредового принципа работы. Широко разрекламированный в телемаркетах паяльник, который паяет, но не нагревается. Попаяли что-то и сразу же можно дотронуться до жала и при этом не получить ожог. Как такое возможно, спросите вы? Да очень просто. Питание от батареек, как правило, четыре пальчиковых элемента полполтора вольта, поступает на жало, которое представляет собой два незамыкающихся между собой графитовые скошенные полугильзы. Когда вы паяете, припой оказывается между этими штуками, похожими на копыта, и, естественно, разогревается, ведь на него приложен весь ток, отдаваемый батарейками, что приводит к плавлению припоя. Недостатки. Во-первых, чтобы такая пайка была возможной, батарейки должны отдать очень большие токи. От обычных батареек эта штука вообще не работает. Не работает нормально даже от хороших алкалиновых. Мне удалось заставить его работать только от никель-металлогидридных аккумуляторов 1,2 вольта. Они имеют большой ток отдачи, но в таком случае уже начинает нагреваться сама проводка паяльника и аккумуляторы. Второй момент. На кончиках жала, на тех графитовых штуках, мы имеем полное напряжение с батареей. Если при монтаже или демонтаже коснуться не того компонента, то вполне возможно что-нибудь не то замкнуть и спалить. В общем, это бред, придуманный маркетологами. Ну а так, стильный дизайн и автономность, но затея неудачная. Идея заключается в холодной пайке, но недостатки прикрывают это в кавычках достоинство. Паяльные пинцеты. Удобны для монтажа и демонтажа в частности SMD компонентов, но нельзя сказать, что они прям востребованы, ибо почти все, что можно ими сделать по плечу и обычному паяльному фену. Фен даже быстрее сделает ту же работу. Это обычный классический паяльник, просто тут два нагревателя и два жала. Конструкция позволяет использовать устройство, как обычный пинцет, а так ничего особенного. Вроде бы ничего не упустил. Конечно, есть всевозможные гибридные паяльники, созданные для маркетинговых целей, и на самом деле жизнь паяльщика они не облегчают. В этом видео я не рассмотрел термовоздушные и инфракрасные паяльные станции, так как целью было показать разновидности именно паяльников, а не способов нагрева припоя. Если интересно видео по станции, напиши об этом комментарий. А у меня на сегодня все. Если видео понравилось, то вы можете поделиться им с друзьями, ну и подписаться на мой инстаграм, где я загружаю фото новых проектов и всяких диковинок. С вами, как всегда, был Касьяна Ка, и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok